Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Эта увлекательная история случилась в далекие времена Перестройки. Году так в 1989, если быть точным. Мой папа тогда работал в правоохранительных органах патрульным. Ему и его другу по службе регулярно доводилось отлавливать пьяных тунеядцев и дебоширов и отправлять их в местные вытрезвительные пункты. В то время на всю катушку проводилась всеобщая борьба с пьянством. Из магазинных прилавков пропало все спиртное. Но от этого факта клиентов в вытрезвителях не остановилось меньше. Ухитрялись любители огненных напитков отыскивать лазейки, регулярно с рук покупать вожделенные зелья. Однажды вечером отец со своим напарником заступили на смену. С первых же рабочих минут они поспешили патрулировать территорию, которая прилегала к одному магазину, где ранее все время оттоваривались спиртным. Со стороны служебного входа в магазин находился маленький и уютный скверик со скамейками и густыми зарослями. Именно это местечко облюбовали себе для распития добытого всеми возможными способами алкоголь тунеядцы всех видов и мастей. Они понимали, что здесь скорее всего их поймают милиционеры. Но все равно отправлялись в этот уютный скверик. Папа с напарником еще издалека заметили троих тунеядцев, которые, неся в руках по бутылке водки, каждый спешили к ближайшим кустикам. Затормозив служебный бобик, папа с коллегой выскочили из автомобиля и погнали за алкоголиками. Те, увидев милицию, бросились в бега. Двум повезло скрыться, а третий шмыгнул в кусты. Нашел отец его не сразу, минут через 10. Мужик забрался в самую глубь, в заросли кустарника. Когда папа с напарником узрели его, перед ним и открылась такая вот картина маслом. Тунеядец с обнаженным торсом и босыми ногами успеть снял рубаху и обувь. В прямом смысле занимался зарядкой, активно размахивая конечностями, делая наклоны и приседания. На лице мужика блистала улыбка на все 32, обращенная к людям в погонах. Вопрос отца прозвучал глупо. Что вы здесь делаете? Алкаш, которого отец и напарник ловили уже много раз и хорошенько помнили в лицо, с невозмутимым взглядом ответил. Я здесь слежу за своим здоровьем. Вот вышел в парк, чтобы позаниматься физкультурой. А что, это у нас запрещено? Стражам порядка не нашлось, что предъявить смекалистому тунеядцу. Забирать его в отдел или вытрезвитель вроде как не за что. Он оказался трезв, а бутылки со спиртным при нем не обнаружили. Как не искал алкоголь отец, так ничего и не нашел. Через две недели этот хитрый мужик был пойман отцом на горячем в том же сквере и доставлен в невменяемом состоянии вытрезвительный участок. Утром, когда тунеядец пришел в себя, папа решил поинтересоваться у него. Как он в тот раз мог так хитро выкрутиться? Алкаш с гордостью в голосе рассказал, что бутылку засунул в дупло старого клена, которое росло прямо в зарослях кустов, а сам изобразил из себя усердного физкультурника. Вот такой хитрый и смекалистый тунеядец. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумное. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.